Восьмое марта это почти как Новый год. Праздник, кажется, был с нами всегда. Правда, считается, что сейчас так называемые гендерные праздники по половому признаку теряют свой смысл и отмечают их просто потому, что принято. Так все-таки восьмое марта это день борьбы женщин за свои права или демонстрации их слабости и беспомощности. И нужно ли и хотят ли мужчины действительно поздравлять. Дам, поговорим сегодня в студии. А у нас в гостях доктор исторических наук профессор Вячеслав Должиков, актер театра эстрады «Дети лета» лейтенанта Шмидта Петр Винц и шеф-повар Михаил Хмелинин. Здравствуйте, мужчины, одни мужчины. Я рада вас видеть. Взаимно. Восьмое марта, начнем с историком. Восьмое марта, что это за день? Как его было принято отмечать, когда он только появился? Ну, в общем-то из тех сведений, которым я располагаю, более-менее официально этот день был введен в оборот. Клара Цеткин была такая деятельница. Ну, наверное, ее все помнят, да. Социал-демократка, она была потом коммунист. И это произошло в 1910 году. В 1910 году в Копенгагене была вторая конференция международная, женская именно. И вот тогда на конференции было принято решение праздновать отныне 8 марта день международной солидарности трудящихся женщин. Ну, вот как вы отмечали день солидарности женщин? Вы ходили на демонстрации, да, вот основное это было? Да, обычно и с лозунгами, конечно. Основной лозунг – это, конечно, равноправие мужчин и женщин. А, то есть получается, это мы сейчас пожинаем плоды те, которые… Зачетки феминизма. Да, зачетки феминизма. Не совсем. Феминизм – это более позднее движение. Этому предшествовало движение еще супражисток, так называемых. И, кстати, у нас в России похожее тоже было женское движение. Ну, вот смотрите, сейчас многие, вот сейчас мы пришли к тому, что многие против праздников по гендерному признаку. Мы говорим не только о 8 марта, но и о 23 февраля. В какой момент появилось это отрицание и почему оно появилось вообще? Ну, может, это здоровая реакция в каком-то смысле. Понятное дело, что мужчины могут обижаться, что там, скажем, в этот день излишние хлопоты и так далее. Ну, я думаю, что это неправильная позиция, конечно. Речь идет не о гендерной составляющей. Скорее тут, вот я уже акцент делал, социальная сторона должна нас вот действительно больше всего беспокоить. Социальная сторона, это каким образом? То есть, действительно, вот равноправие. Женщины должны иметь полные права с мужчинами. Ребята, вот вы как считаете, вот почему появилось вот это отрицание праздника? Ну, я на самом деле могу сказать, что это прекрасный праздник. И здесь нет никакого отрицания. Я вообще с предвкушением его жду. Это не только поздравления любимых женщин, матерей. Это больше такая, наверное, весенняя история, обновления, праздничные застолья. Мужчины везде суетятся, ищут подарки в офисах. Идет там корпоративное движение, все там заботятся о своих сотрудниках. Это классно. Если бы этого не было, ну, неинтересно было бы на самом деле. Поэтому это прям, наверное, такой праздник про женщин, про красоту, про весну. Вот, он нужен. Нужен такой праздник? Нужен, обязательно нужен. И кому он больше нужен? Все-таки мужчинам или женщинам? Всем. Это обоюдно. А так же, как и 23 февраля. Да, я согласен с этим. Потому что мы воспитанники, вот я говорю мы, я думаю, что рядом с нами сидящий человек тоже воспитанник советской эпохи. И нас воспитали, мы действительно воспитаны на этих праздниках. И 8 марта это день поклонения женщины маме. Ну, я бы добавил, у нас этот праздник дисциплинирует. Да. Серьезно. Делает нас лучше. Стараемся. И если что-то, какой-то перекос есть, мужчины не обижаются, они только чуть-чуть расстраиваются. Вот и все. А вот хоть раз вообще каждый из вас чувствовал себя подкаблучником? И вообще обидно это определение или нет? Я недавно узнал такую штуку, что все счастливые браки, это браки, так сказать, с мнением со стороны мужчины, что он подкаблучник. Долгие браки. Вот, а что такое, вот по мне, мой взгляд подкаблучник, это в хорошем смысле мужчина мудрый, умеющий понимать женщину. Понимать и идти на определенный компромисс, что, собственно, как бы ждется с той стороны, со стороны прекрасной половины. Золотые слова, очень верно сказано. Я присоединяюсь к этому, потому что так и есть. А я добавлю, что мудрой женщине и подчиниться можно вполне. Ну, то есть бывает такое, да? А вот в ваших семьях есть такое? Да, в моей практике это да. Ну, находим компромиссы как-то. Находите? Да, естественно, конечно. Нужно ли дарить подарки по-вашему? Или, вот говорят, да, подарила ты мужчине пену для бритья. И, собственно, не жди никакого хорошего подарка на 8 марта. Вот сковородки, например, ну, хотя для Михаила, может быть, и там, и вот для его окружения это хороший подарок сковородка. Как вот к этому относитесь? Дарите ли подарки и какие это подарки вообще? Это же главное внимание, это же очень важно. Не важно, какой подарок, дорогой он там или недорогой. Важно внимание человеку, с которым ты строишь отношения, нужно внимания. И цветы, подтверждение этому, и подарки. Потому что без этого никак. Любая мелочь, она приятна. Ну, нет у вас такого, что да, действительно, ты подарила мне какую-то ерунду. Ну, я тебе, собственно, эту ерунду. Есть определенный набор стереотипный, который сложился. Если мне не изменяет память, если что, поправьте, что официально так широко, массово, в международном плане, 8 марта, там, 75-го какого-то года, ну, празднуется, что-то такое. Да, да, да. Это ООН, решение, генеральный таблик. И, собственно, за это время сложился определенный набор стереотипов, где-то пять предметов, допустим, или пять областей. Это, естественно, цветы, это парфюмерия, это косметика, это... Вот поправьте меня, если я не так... Это что-то из, так скажем, бытового направления. Ну, что-то там, вот как бы не буду дальше углубляться. Вот. И на данный момент очень много очень курьезных случаев, когда мужчина выбирает подарки. Естественно, в этот день все бегают и суетятся, и в скорости все боятся, что ничего не хватит или ничего не найдешь, поэтому загоди делаю. А вы вообще заранее покупаете, ну, как-то, или продумываете, что подарите своим близким женщинам? Вы знаете, подарок эмоциональный иной раз лучше всякого вещественного. Вот процитирую даже. Гляжу в глаза, какого цвета печального, задумчивого, шального. Ты, милый демон, смотришь и не смотришь. Так созерцаешь в стороне твоего присутствия, уже отрадный выражая чувство взгляда, мы говорим. И вот уж взглядом ты не там, где скрип, карет, привычен уху, беседуем о разном, гоним, сколько пройдут часы, недели, годы, пройдущие тину и отметив. Тогда ты будешь так же молода, но пока делюсь с тобой, что есть пустой головой, чего хочу, пока не знаю, намерно что-то потеряю, может, и найду. Не в этом суть. А главное, со мною ангел будь. Вот самое главное. У вас у каждое 8 марта начинается со стихов. Я так понимаю? Есть, ну, артист. Слушайте, ну, если это будет каждый год, это присытится. Поэтому когда-нибудь из сковородка будет лучше подарок. Можно, понятно. Ну, или песня же может быть, да, какая-то? Естественно, конечно. Михаил, а вы, видимо, наверное, с утра, там, любимой своей, своим близким, кофе в постели, какой-то завтрак, да? Вот это очень важный критерий, когда внимание, забота, кофе, вкусный завтрак, стакан апельсинового сока, прекрасное, там, начало дня, ну, и можно потом даже куда-нибудь поехать позавтракать или пообедать. Ну, все-таки, все-таки этот праздник тоже связан и с гастрономией, и с едой, потому что все дарят подарки, получают эмоции от еды, от красивых, изящных блюд, и без этого никуда. Там стартует, наверное, этот марафон 8 марта с 5 числа, когда начинают все поздравлять своих дам. Там мужчины могут даже сами готовить. Есть такой, сейчас, наверное, тренд, это кулинарные мастер-классы, когда там мужчины где-нибудь в офисе готовят для своих милых дам какие-то закуски, а потом это все вместе кушают и поздравляют. Поэтому здесь все связано с едой, это бесспорно. Парадоксальная штука, говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я думаю, путь к сердцу женщины лежит через рецепт. Да, а вы смотрите, у нас дамы сейчас основном приверженницы здорового образа жизни. Вот что посоветуете тем, кто нас смотрит, например, приготовить с утра, чтобы это было быстро, некалорийно и вкусно? Да, вообще все просто. Чашку свежесваренного кофе, курассан с лососем и какой-нибудь там авокадо с зеленью. Все отлично, прям прекрасно. Авокадо просто порезать или как это? Порезать просто, оливковым маслом сбрызнул, все. Все, очень все просто. Поэтому здесь, ну, банально я уже сказать там про яичницу. Можно какую-нибудь там кашу на кокосовом молоке сварить, добавить туда свежих ягод. И вот он, штрих такой к хорошему настроению и полезному завтраку. Праздничный должен быть только завтрак или обед и ужин? Ну, лучше начать завтрак. Вот, обед, он может быть в разных местах проходить. Ну, а ужин уже можно там с бутылочкой игристого при свечах. А цветы дарите своим женщинам, Вячеслав Александрович? Стоите в очередях? Ну, в очередях, допустим, можно и не стоять. Я обычно вот иду в занятии там на Димитрово у нас корпус. Возле ЦУМа продают тюльпаны, известное дело. Вот, я намерен в субботу с лекции пойду и прикуплю тюльпанов. У меня за городом двое дочь и внучка, поэтому вот им цветы. Ну, и, конечно, я припас уже, гостинцы, так сказать. А чем угощать будете? Вот Михаил поделился своим рецептом, а вы же тоже будете что-то такое. Я вот уже, собственно, начал приготовление, так сказать, плов намерен. Это у меня всегда получается. И, в общем, семья у нас любит плов. Я так понимаю, что в любом случае все вы за то, чтобы 8 марта отмечать. Не так, чтобы этот праздник убрать, и пусть он уйдет куда-то там в сторону, и пусть останется только Новый год. Конечно, отмечать, конечно. Сто процентов. Это начало весны. Это календарные начало весны, по сути. Это лишний праздник, это правда неплохо. А вообще, кроме 8 марта, своих женщин удивляете? Вот другие какие-то? Вот дарите просто цветы без повода, например. Конечно. Частенько это случается? Я считаю, что 8 марта вообще должен быть каждый день у женщины. Если... А мужчина-то справится с этим? А мужчина-то справится с этим? Ну, по-разному бывает. Мы ежедневно, если у женщины. Мы стараемся, но когда это, как я уже говорил, взаимно, то, в принципе, ничего не страшно. Петь, ну а вот какая-нибудь песенка есть к 8 марта? Такая, знаешь, коротенькая, может быть, какой-то куплетик, чтобы мы сейчас тоже поздравили. А их много очень. Сколько мужчин, столько и песен. Прям коротко. Сразу первое, что с добрым утром, любимая, крупными буквами, с добрым утром, Митяев, Олег. Прекрасная, замечательная песня. В принципе, что касаемо всей жизни, мужчина должен удивлять, и поэтому лучшее удивление женщины – это импровизация. Что касаемо кулинарии, что касаемо песен, что касаемо жизни, каждый момент должен быть удивительным для женщины. Если она удивляется в приятном смысле этого слова, я думаю, что это будет взаимно и надолго. Давайте вот коротко, вот по одной минуте каждой мы даю, чтобы вы поздравили наших женщин Барнаула с праздником, с наступающим. Что пожелаете? Да. Коротко. Коротко. Ну что ж, милые дамы, девушки, девочки, поздравляю вас с наступающим женским днем. Как бы он ни назывался, все равно мы этот праздник любим и стараемся побольше уделять вам внимания. Ну, желаю, в общем, в ближайшем будущем весны и побольше. Михаил? Поздравляем очаровашек наших. Всегда будьте любимы, будьте прекрасными, стремитесь к здоровому образу жизни. Пусть мужчины вас очаровывают и борются за ваше сердце. Поэтому всем, наверное, весны, тепла, любви. Спасибо. Ну, я присоединяюсь ко всем вышесказанным словам. Могу сказать только милые мои девчонки, те, кто меня видит, мои хорошие, люблю вас, поздравляю. Моя семья, это я о вас говорю. А вот всех остальных женщин с праздником. Не обижайте на нас, если что не так, но мы будем стараться соответствовать этому званию. Спасибо вам большое. Я даже на свой счет это тоже приняла. Вот все эти поздравления. Спасибо. И мы поздравляем всех наших женщин с наступающим праздником. Спасибо всем вам. До встречи. Спасибо. Спасибо.